Финал первого сезона Мандалорца оказался настоящим ящиком Пандоры. Он проложил путь будущему замесу, который определит судьбу Мандо во втором сезоне. Давайте посмотрим, насколько масштабной стала его история и что она означает в контексте грядущего сезона, когда бы он не появился. В наполненной экшеном восьмой главе Мандалорца медленно раскрывается богатый на детали фрагмент предыстории Мандо. Его предсмертное состояние позволило зрителям увидеть лицо Педро Паскаля под маской Мандалорца, когда IG-11 снимает его шлем, чтобы спасти ему жизнь. А всё из-за забавно удобной мелочи, что дроид не является живым существом, поэтому честь Мандо не пострадает, если тот увидит его лицо. Это очень гуманизирующий момент для главного героя, чье полное имя до этого дня не произносили на экране. Он показывает своё лицо в самый отчаянный момент. Он крайне испуган и потерян, как и любой другой человек перед лицом смерти. Кроме того, это особенно необычно, потому что IG-11 стал зеркальным отражением Мандалорца. После небольшой помощи Мандо отошел от предсмертного состояния, и кузнец наградила его символом, представляющим его полную идентичность в мандалорском вероучении. А ещё он, наконец, получил свой собственный реактивный ранец. Он не состоит в традиционном клане Мандалорцев, но стал представителем собственного клана, в который вошел и ребенок, известный как Малыш Йода. Более того, он получил важную миссию – вернуть ребенка туда, где его место. Тем не менее, становится понятно, что если ребенок и найдет свое пристанище, то это будет рядом с Мандо. И это будет незабываемое эмоциональное путешествие, которое предстоит главному герою, потому что он только начинает полностью это осознавать. Фанаты полюбили Мандалорца даже под его броней, но они не знали, что зовут его Дин Джарин. Каноничное имя Мандо появилось на публике несколько недель назад, так что, возможно, вы уже слышали его, если обращали пристальное внимание. Но, в конце концов, его истинное имя не вызывает никаких ужасных последствий – оно, по сути, даже не секретно. Но важность раскрытия его имени в восьмой главе Мандалорца заключается не только в том, чтобы подчеркнуть, насколько опасен Мофф Гидеон, но и в том, что касается гуманизации самого Манда. Никто не называет его по имени в диалоге, однако мы должны были услышать его в контексте именно этого эпизода, после того, как начали открывать предысторию персонажа и увидели его, по сути, на самом дне. Мофф Гидеон, вероятно, очень мало знает Аманда как о личности, и наверняка знает только его имя, потому что оно было в официальном правительственном списке Мандалора, но всё это делает его идеальным злодеем для Мандалорца. – Ты думаешь, что у тебя есть какая-то идея, о которой ты имеешь в виду, но ты не делаешь. Мофф является прямым представителем галактического геноцида Мандалорцев и общества, которое убило семью Дина Джарина до его посвящения в Мандалорскую веру. Мы наконец-то поняли всю глубину истории. Причем, кстати, заметьте, что имя малыша Йоды так и не раскрыли. Мофф Гидеон – призрак, следящий за всем существованием Манды как человека, лишенного постоянного дома и семьи. Это идеальная повествовательная рифма – Мандалорец должен защищать свой крошечный клан от того, кто был угрозой для него самого много лет назад, и становится для ребенка той же фигурой, которая защитила его. И он неплохо справляется со своей задачей. В финале первого сезона Мандалорца Мофф Гидеон выходит из своего разбитого истребителя, и мы испытываем настоящий мешок, потому что он держит в руках мифический Черный Меч. А вот тут надо поподробнее. Для тех, кто не знаком, Черный Меч – это древний световой меч, которому уже более тысячи лет – оружие ручной работы первого Мандалорца, которого приняли в Орден Джедаев. Черный Меч был украден в разгар войны в Старой Республике, а затем он вернулся на Мандалор. Меч оставался там на протяжении веков и стал символом поколения, передаваемым потомком клана Визесла, который когда-то управлял планетой. У него очень длинная история. Когда пала Империя, Черный Меч был у Мандалорки по имени Бо Катан. Она была лидером Мандалорских сил во времена Республики. Однако история его заканчивается непосредственно перед Битвой при Явине и официальным падением Империи, примерно за 8-9 лет до событий этого эпизода Мандалорца. Бо Катан, как вы поняли, больше Мечом не владеет, и мы можем только предположить, каким образом он достался Моффу. Явно через её труп. Для франшизы Звёздных войн это любопытный поворот передать эстафету мультсериала киноформату, причем таким масштабным образом совершенно из ниоткуда. Ставки лишь увеличиваются, если учесть, что мультсериалы, такие как Войны клонов и повстанцы, были в первую очередь нацелены на детей, а Мандалорца дети не поймут. Когда Империя пала, Мандалор находился в состоянии гражданской войны. Больше никакой каноничной информации не существует, поэтому сериал с радостью пытается заполнить эти пробелы на своих собственных условиях. Сериал войдет в новую фазу во втором сезоне и раскроет Черный Меч в каноне Звёздных войн. Если Бог Катан действительно мертва, и у её народа был украден Черный Меч, то каков теперь политический статус Мандалора после Империи? Республика была на высоте, как и остальная часть Восстания, но суть конфликта Мандалорцев в последние несколько десятилетий заключалась в том, стать ли пацифистом или отказаться от боевой культуры. Какое это может иметь значение для сюжета Мандалорца? И как, черт побери, Имперский правитель получил себе такой трофей? Мы будем смиренно ждать, пока не появится информация о новом сезоне, не говоря уже про сам сезон. Надеемся, выйдет он хотя бы в 2020-ом. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!